3 сентября исполнилось ровно 75 лет со дня рождения одного из самых популярных и читаемых русских писателей Сергея Довлатова. К этой дате во Владивостоке прошла фотовыставка, посвященная жизни и работе автора многочисленных произведений, которые публикуются в России и за рубежом и по сей день. Много говорят, что Довлатов принадлежит Петербургу и Нью-Йорку. На самом деле Довлатов таким же образом принадлежит Владивостоку. Просто потому, что все корни Довлатова по отцу находятся здесь. Здесь жил дед Довлатова, Исаак Мечик, здесь жил отец Довлатова, Донат Мечик. Издание альбома во многом стало возможным благодаря сотрудничеству местного журналистского сообщества и Нины Алаверт, известнейшего русско-американского фотографа и критика. Нина Алаверт фотографировала Сергея Довлатова на протяжении многих лет их дружбы и жизни в США. Такое уникальное фотодосье никогда не попало бы во Владивосток, если бы на предложение организовать памятную фотовыставку не откликнулось Генеральное консульство Соединенных Штатов, предоставив редчайшие фотоматериалы, некоторые из которых вообще ранее считались утерянными. Я думаю, что это мероприятие создает взаимопонимание между нашими народами, потому что Сергей Довлатов, он жил и в Советском Союзе, и в России, да, и в США. Фотоальбом включает в себя 134 фотографии, которые создают без малого настоящую летопись целой эпохи. Это повествование о жизни писателя в один из самых продуктивных периодов творчества, а также о людях, входивших в круг его общения, хранивших и создававших русскую культуру за рубежом. Это выставка, это большой подарок жителям города Владивостока, потому что, как сказали сегодня, да, что Довлатов принадлежал двум городам, Нью-Йорку и Санкт-Петербургу. Теперь на эту карту нанесли Владивосток. Организаторы пообещали, что представленный фотоальбом – лишь начало истории знакомства жителей Владивостока с писателем. Руководство музея Арсенева обещает, что фотовыставка переедет в Приморскую столицу уже в мае следующего года на постоянной основе. Евгений Черемухин, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.